вот товарищи улкен нарым видите у нас уже латиница слава богу у нас с английским был порядок теперь придется всем казахстанцам учить английский алфавит латинский алфавит пардон ну вот там дальше большинарым вот большой большинарымский залив это я так называю еще раз объясняю вот по большинарыму мы проедем скорее всего завтра сейчас мы не будем заезжать как времени нет нам желательно в катон углубиться подальше может быть сегодня мы даже это урыли доберемся может быть вот так начинается большинарым или пардон укин нарым по бездна да мы естественно не по бездной потому что мы направляемся в катон это как бы и не обезна это направление в катона вот там направление в курчун или ну или просто по берегу прокатиться но как но дорога там тоже не фонтан но вот эти сравним сравним дорожку которая проходит через Никольск и сравним дорожку которая проходит по берегу водохранилища от большинарыма до курчума последний раз я ездил по ней тоже все это было года четыре опять лет назад наверно да получается четыре года это мы на яхте прошли а лет пять или шесть назад я детей прокатил видите как все кажется вот а на самом деле такие отрезки ребята господи слава богу спасибо всем богам на свете что подарил эти шесть лет мы тоже даром то не сидели ну ты наведи на большин нарым вдруг кто-нибудь что-нибудь увидит знакомое потому что или что или обратно мы можем тоже поснимать а сейчас вы обратите внимание как происходит волшебство как желтая сейчас вот это желтая полупустыня как сказать тебя превратиться в зеленую призеленную фантастическую природу это чудо независимо от условий погодные батон карагасик до зеленый заключительные кадры ки большина рима кем на рима вот видите вечерние стада пригнали правильно правильно люди на велик как разбирают да 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 пригнали вечерние стада погода замечательная природа не роза рымбаева тут очень уважаю певицу вообще и умница молодец и выглядит замечательно не знаю только сколько лет сколько лет наташа ну я не знаю уже наверно к 70 фантастика 65 в жизни не выглядит а сейчас мы вам покажем вот расстояние сейчас приостановимся тут можно катон карагай 86 урыль 146 рахман и 196 мы попробуем до урыля там и доедем а вообще без проблем да в катоне мы наверно заправимся она даже говорит давай заправляться тут даже мы у нас 10 литров даже мы не использовали смысл поэтому до урыля доедем и наверно попросим кто нас довезет до рахмана и обратно просто прокатить и сколько это стоит По-моему, там уазики есть Товарищи, посмотрите, как сказка начинается Во-первых, вот эти вот желтые оттенки, да, постепенно исчезают Это удивительно, вот это поле как стало зеленым Вот за этой горой, вот сейчас мы проехали ворота так называемые Между Большим Нарымом и... Вот за этой горой там все желтое Вот смотрите, обратите внимание, вот это все зелененькое начинает, да Вот желтые краски вот еще остаются Вот они Тут возьми, Наташа Но им сейчас удивительно придет конец А теперь еще обратите внимание, какие горы, как они увеличиваются Потому что эти горы, они подползают Подползает, плохое слово Они подходят к Белухе Вот там, там за горизонтом Вот там Белуха-красавица Которая считается пополней земли Концентрацией супер положительной энергии Можно загадывать миллион желаний там Ну шутка, конечно, одно желание Царь Соломон что загадал? Когда подстречался с Господом Только мудрости, мудрости попросил Ну здоровье бы еще елки Вот И умереть за одну секунду, чтобы не мучиться Вроде бы все желания Ну вот обратите внимание, все зеленеет, зеленеет, зеленеет И вот за той горкой мы вам снимем Не будем надоедать Обратите внимание, когда желтые краски превращаются в зеленые Это фантастика просто Таша говорит, там вот такую зеленую что-то насадили Я говорю, а что ж там не насадили Мы с тобой проехали вон Мимо Бухтарминского доходили Все там, в принципе, и поливалки на том можно пошло, если наделать А там ничего не родит Поэтому и там никто ничего и не делает Скорую помощь не имеет Скорую помощь Смотрите, ребята, тут все работает Скорая помощь Вот это Кокбастау Я могу перевести, но не буду, а то будете со мной смеяться А там еще снежок, представляете, на горах есть товарищи И походу он не сойдет до самой зимы Вот это уже считаются очень высокие горы Невероятно И чем дальше, тем они будут выше и выше и выше А там, скорее всего, вообще будут белые шапки К Курылю, когда будем подъезжать Ну все Село Малонарынка 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 Тоже, наверное, Большинарына Вот и уже здесь начинаются рекламки Пантолечение Но самое главное, ребята То, что я вам хочу сказать Когда я был первый раз Сколько мне было лет? 26 или 27 Я никогда бы не мог подумать Вот лошадки только опасные здесь Что будет такая супердорога Смотрите, он идет Пофигу ему Красавчик вообще Да ты красивый, конечно Потому что он красивый Почему? Потому что это не самка Вот Красавчик Итак, мы Большин Большинарымкову Мы сейчас вам покажем Малонарынка Малонарынка Простите, да Смотрите, как интересно Большин А речка, как называется Нарын Ну, в честь него тогда все и названо Алп-Тимбель, товарищи И снежные шапки, смотри Снег называется Не тает Ну, небольшой такой поселочек Но Вот, кстати, он тоже стоит на границе Видите, как начинает все зеленеть Обратите внимание Еще раз вас Прошу Как желтый цвет Превращается в зеленый А что-то тут подразрушили Но самое главное, товарищи Чудо, чудо, чудо Сними дорогу Как Наташа говорит Она еще белая была Советских времен Такая в камешках И теперь это вообще идеальная Вообще идеальная Идеальная дорога Хочется сказать, как в Европе Ребята, да Я гнал машину С Берлина С Дрездена Пардон И там вот такие дороги Вы слышите вообще Машина Даже И никаких звуков не проходит Поэтому Копракмед Спасибо огромное Всем, кто занимался Всем, кто строил Давайте быстрее Постройте Алмата У Скаменокорск И вообще Будете жить Долго и счастливо Все У Штоби Кстати, у Штоби Еще много В Казахстане Это не единственный И проехали мы Егинды Наташа у меня Штурман Видите, показывает Она думает Что я заверну Вот на эту Нет, Наташа Я не заверну сюда Здесь уже Красивенькие Такие Домики Фонарики А это Как называется Кстати? Наташа не знает? Ну Наверное Как Алтенбель Нет, давай Спросим Сейчас Лошадку мы не спросим А вот паренька сбросим Лошадка А как деревня называется? Здрасте Вот эта деревня Как называется? Алтенбель А, Алтенбель тоже, да? В 4 метрах Алтенбель Товарищи, оказывается Ничего себе А как это так? Он такой огромный, что ли? Тогда мы извиняемся Тогда получается Там нельзя было Превышать скорость Но мы и не превышали Мы-то, видите Мы пока снимаем Мы вообще едем Медельно-медельно Ну, тогда Очень огромная И очень красивая Но Здесь, знаете Какая проблема Я недавно увидел По телеку По Хабару Запретили Вы Паслошадей Вблизи дороги И там проблема Умыс изумительный Мы с Наташей тоже любим Ну, как бы Редко, но метко его пьем Только очень хороший Плохо разбираемся Поэтому стараемся Только хороший Но В Катоне Он вообще Самый изумительный А Животноводам Тем, кто занимается Коневодством Им желательно Обязательно Поближе к дороге Потому что им Кумыста надо продавать А им запрещают Говорят Это только для коров Выгул Я не знаю В чем там Собака порылась Я как бы не животновод Поэтому Если будете меня Высмеивать То обязательно Обязательно объясните Что я неправильно сказал Но В Хабаре было сказано Что Отходите подальше К горам И там Выпасы С одной стороны Знаете что Вот это опасно Когда лошадки По ночам Вблизи дороги Им по барабану Видели как они Проходят дорогу Они все Они генералы И это правда В прошлый раз Мы ездили в Катон И На перее На перее На перее Вот Между Заряновским Большинорымом Да Мы чуть не врезались В лошадку Согласен Мы сами виноваты Но С другой стороны Если ночью едешь Надо ехать Со скоростью 40 метров в час Все Чтобы не попасть Они просто встали Вот так на дороге И все И мы остановились В 20 сантиметрах От нее Кобылка Она как дала Копытами задними Еще вот так Вот мимо нашего стекла Проскакали Эти ее копытца Кованые Но это было Не для слабонервных А мы еще Торопились Как дебилы Вот такой Аукцион Мобильный В общем Никуда не надо Спешить Товарищи Снежные шапки А вот Замки Из облаков Обратите Внимание Видите Такие замки Пирамидки Удивительное название Товарищи Майемер Мы проехали Теректы А Майемер Не знаю У меня есть товарищ У него фамилия Майер Но он немец Вообще Насколько я понимаю Поэтому Извините Мы перевода Вам не можем Рассказать Вот сюда Направь Вот сюда Вот эти домики Сними Это мы снимаем Все для иммигрантов Вдруг Здесь кто-то жил Обратите внимание Превращается потихоньку В супер зеленый цвет Это еще не насыщенный Зеленый Насыщенный Зеленый Будет Чуть 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 Вот Мы Одни ворота проехали Потом вторые ворота Проехали Вот это будет Еще очередные ворота Тоже Река Нарын Странно И там была Речка Нарын И здесь Тоже Река Нарын Здесь у нас Стоит полиция Мечеть Но она Просто так Стоит Вот целых Две полиции Стоит Вот Киоски Стоят У нас даже остался Извини Но нам Как бы Как бы Нам У нас Сзади Если все заставлено Мы вот Поехали на 3 дня Но набрали вещей Как будто мы На Северный полюс Вспомните Тут Яролаж Когда там Крачковская Собирает Ребенка Актриса Такая В поход И у нее Завалено Там полный Полный стол Вещей У нас практически Так же Но если честно Все эти вещи Нам нужны Все абсолютно Мы даже с тобой Взяли газовую горелку Хотя ни разу Еще в жизни Не готовили Но это На тот случай Все Мы боимся Поломаться Я надеюсь У нас такого Вообще Не произойдет Даже мы Когда поломались На Коту и Рыки Нас буквально Через 3 минуты Взяли на Вухсер Наташ Скажи Правильно Да Поэтому Путешественникам Помогает Сам Всевышний Запомните Это раз навсегда Мой мир Закончился Товарищи Тут все речки Нарын Вот возьми Вот это ущелье Вода Вот в этом Нарыне Вообще Чистейшая И посмотрите Как начинаются Березки Куда испарился Зной Во-первых Стало прохладнее Намного Куда испарился Зной Непонятно Желтой краски Ни одной Обратите внимание Хоть одну Не найдете Ни миллиард деревьев Которых там Близко не было А еще Вот такие Опушки красивые Вот это Настоящий Котон Карагай И самое главное Такие Посмотрите Вот это Могилка Причем Я боюсь Оговориться Но Как бы не сказать Чтоб не обидеть Вот это Мусульманское Кладбище Тут есть Тоже И староверские Тоже Вот могилки Вот эти Вот которые Вот это Вот красивое Покажи Когда мы Отдыхали В Котоне Прошлые Года То были Казахи Староверы Честно говоря Еще В путешествиях Молотова Природа Вам дарит Свои Красоты Солнце Дарит Вам Восходы И Закаты Вот Маленький Кусочек Посмотрите Наташа Говорит Что там Еще будет Мне кажется Там Из-за Гор Ничего Не будет Но Посмотрим Солнышко Тут Появилось И Тучка Видите Действительно Прямо Ночевала Тучка Золотая На плечах Утеса Великана А она Золотая Из-за Солнца Так вот Еще раз Повторюсь Если Вы Путешествуете То Мало Того Что Все Вам Вот Это Дарит Да Ну И Вам С кем Можете Поделиться Про Запах Я не могу Передать Я И Птицы Как Поют Ну Еще Солнце Вам Тоже Помогает И Дарит Свою Красоту Ну Про Тучку Точно И Утес Великан Жи Продолжение следует Продолжение следует